МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Ленточка не только бантик-косе, а целое искусство. Очередной мастер-класс от Натальи Фаизовой. Мы едины на нашей земле. Библиотечная выставка этнических и культовых предметов Башкирии собрала людей разных национальностей. Здравствуйте, дорогие женщины. Сегодня в нашем уроке-мастер-классе я хотела бы показать вам интересный вид декоративно-прикладного искусства. Вот сегодня я вас познакомлю в этом мире искусств с очень интересной вышивкой. Одна из интереснейших и старинных вышивок, которая возникла в XIV веке в Италии, это вышивка лентами. Эта вышивка подходит к любым тканям. Теперь, что же нам нужно для того, чтобы заняться этим прекрасным искусством? Ну, прежде всего, мы выберем с вами любую ткань. Вот я, например, выбрала ткань, она называется суровая хлопчатопумажная. Она естественной окраски. Затем вам нужно будет с вами вот такие пяльцы с регулятором. Почему? Вообще, вышивка лентами, она объемненькая. Видите, какая она объемная. И если мы будем запяливать, заправлять ткань или передвигать по вышивке пяльцы обычные, деревянные, без регуляторного такого винта, то мы просто не сможем заправить ткань. Нам будут, например, мешаться вот такой прием, как французские узелки. Поэтому мы должны вот такие пяльцы иметь. Нам нужна будет сантиметровая лента для того, чтобы сориентироваться, где нам определить, где нам расположить вашу вышивку на вашем изделии. Нам нужен будет карандашик простой, любой, твердый, твердо-мягкий, мягкий. И ножницы маленькие, обычные, чтобы обрезать ленту или ниточки. Ну, иногда еще идет сопутствующий материал, как бы дополнительный. Это мулине, нитки зеленого или разных цветов. Но об этом попозже. И иголочки. Вот иголочки здесь идут необычные. Они вот такие вот не очень длинные, средние, но они толстые и с удлиненным ушком, чтобы проходила лента, потому что лентой мы будем всякой пользоваться, и 0,5 см, и 3 см. Вот такие вот нам нужны будут иглы. Кончик иглы, он не острый, он чуть-чуть ступлен. Для того, чтобы, когда будет проходить игла в ткань, чтобы она не прорезала ткань, не прокалывая ниточку ткани, а раздвигала ее, и лента у нас потом как бы в образовавшееся отверстие проходила свободно. С чего будем начинать нашу вышивку? Ну, давайте, например, выберем какую-то работу. Вот я выбрала для себя работу, и сейчас я работаю над тем, что я оформляю чехлы для мебели. Ну, вот, например, вот этот чехол для кресла. Это будут букеты гроздья сирени, перемешку с розами. Вот сирень у меня готова, а когда буду вышивать розы, я вам покажу этот прием. Сегодня мы с вами освоим два самых простых приема, которые можно применить очень широко, и у вас получится замечательная работа, используя всего два приема. Мы будем выполнять сегодня простой листовой шов и французские узелки. Эти два приема, этими двумя приема нужно сделать очень много. Итак, мы начнем с того, что мы нарисуем себе перспективу, а что же мы будем выполнять. Ну, вот я выполняю, например, вот на этом отрезке ткани, буду выполнять все приемы, и у меня получится какой-то небольшой пейзаж. Значит, мы карандашом намечаем с вами несколько букетов. Давайте мы выполним с вами вот такие вот тюльпаны. Они крупненькие, и будет очень хорошо видна техника вышивки. Просто точечками на разных уровнях намечаем, где у нас будут цветы. И намечаем высоту этого тюльпана. Затем вы должны разметить перспективу, где у вас будет располагаться вышивка, чтобы она у вас не выходила за поля. То есть мы просто стежками, ниточками ограничили вот такое поле. Вот на этом поле мы с вами будем работать. Теперь мы выбираем цвет и размер для нашего цветка. Для тюльпанов, конечно, подойдет более широкая лента. Мы отрезаем небольшой. Большую ленту не надо отрезать, чтобы она не путалась. Ну, примерно 80 сантиметров вполне достаточно для нескольких тюльпанов. Как мы будем заправлять ленту? Лента заправляется в иглу, то есть особым способом здесь. В этой вышивке не делаются узлы, потому что узлы, они будут плотные и будут видны из-под вышивки. Мы вдергиваем ленту в иглу, теперь мы возвращаем, вот так подальше ее убираем, и примерно отступив 5-6 миллиметров, мы вкалываем в край иглы ленту. Закрепляем. У нас нет никакого узелка, а лента у нас хорошо держится на игле. С другой стороны мы тоже не делаем никаких узелков. Мы делаем здесь плоский, можно сказать, плоскую петлю. Что мы делаем? Мы иглой прокалываем, так вот подрежем, чтобы провести, мы прокалываем так же на расстоянии 3-4 миллиметров, вводим иглу, ленту в край, образуем вот такую вот, вот такую петельку небольшую, и еще раз вкалываем иглу. Поправляем. И у нас получается вот такая плоская, как бы петля плоская. Теперь мы будем с вами заправлять ткань. Значит, мы заправляем ткань, мы нарисовали с вами, определили, где у нас будет выполняться, располагаться цветочек. И вот смотрите, если в простой вышивке, мы располагаем сверху ткань, то в этой вышивке удобнее, это уже по моему опыту, располагать ткань наоборот, как бы, так, как вышивают, например, на швейной машине. Заправляем ткань наоборот. Вот так вот в этой вышивке удобнее. Вот мы приготовились выполнять вот такие вот тюльпаны. Значит, мы определяемся теперь с высотой цветка. Высота цветка у нас будет, ну, например, не больше трех сантиметров. Теперь мы вкалываем иглу внутри, с изнаночной стороны. Лента очень хорошо проходит. Закрепляем, то есть укладываем вот наш плоский, плоскую нашу петельку. Она нам не мешает, но этого вполне достаточно, она никуда не достичь. Расправляем ниточку, ленточку уже, да, и укладываем, то есть мы укладываем на высоту лепестка. Вот уложили. И теперь пальчиком придерживаем основание и возвращаем иглу по ленте, вкалываем в срединку и выводим на изнаночную сторону. Расправляем ленту и ее заглубляем. И не затягиваем так, чтобы у нас получились ровненькие краешки, ровненькие треугольные краешки лепестка. Он как бы вовнутрь закрывается, лепесточек. Вот это такой прием. Дальше мы с изнаночной стороны опять проводим ленту, поправляем ее и вкалываем с лицевой стороны, отсупив на, например, на две ниточки ткани. Мы вышиваем с вами тюльпанчик и опять выводим. С другой стороны мы пальчиком поправляем ленту. Лента имеет две стороны, лицевую и изнаночную. Лицевая сторона у нас блестящая, а изнаночная матовая. То есть мы с другой стороны поправляем ленту, чтобы она у нас выглядела всегда лицевой стороной. Опять мы укладываем чуть-чуть, отступив по диагональке. И опять тот же самый прием мы вкалываем иглу и затягиваем ленту. Опять с изнаночной стороны и мы опять поправляем. И теперь выполняем с другой стороны лепесток. Ну, нашему тюльпану достаточно будет три лепестка, потому что у нас лента широкая. Опять поправляем. Это я вам показываю, но когда вы будете выполнять, у вас руки настолько будут чувствовать ленту, что переворачивать ее вы просто не будете. Она очень хорошо чувствуется пальцами и с изнаночной стороны. И опять затягиваем и чуть-чуть оставляем свободно. Вот мы с вами выполнили первый цветок тюльпан. Дальше у нас намечен чуть-чуть пониже цветочек. Не надо обрезать ленту, просто пройдите до этой точки и опять вкалываем ленту. Поправляем ее с изнаночной стороны и выполняем второй тюльпан. Теперь мы с вами наметим листья. Листья бывают длинные, бывают короткие. Ну, вот сейчас я покажу вам листья длинные, которые выполняются, например, на нарциссах, на ирисах. Они выполняются в два приема. Вот когда мы начинаем выполнять, например, нарциссы или ирисы, листья длинные, высокие, и они попадают под цветки. Поэтому сначала вот такие вот букеты выполняем. Сначала выполняем зелень, а потом выполняем поверх цветки. Вот это нужно как бы предвидеть, чтобы потом у вас было удобно вышивать. Значит, вот в этом углу я, например, сделаю нарциссы. Вот здесь несколько цветков я намечу, и здесь будет у меня серединочка моего букета. И вот так у меня пойдут листки. Сейчас я выберу ленту для листьев. теперь мы выполняем с вами зелень. Вкалываем начало работы, поправляем. У этой ленты тоже есть матовая изнаночная сторона и лицевая блестящая сторона. И выполняем длинные листья. Вот, например, мы уже перспективу сделали. Здесь у нас будут цветы, а листья у нас будут чуть-чуть повыше. Вот они вроде бы длинные, неудобные, но когда вы сделаете цветки, они прижмутся уже потом вышивкой. А прием точно такой же. Опять, проводим ленту на нужную длину, вкалываем, возвращаем как бы в ленту и протягиваем ее на изнаночку. У нас красиво складывается лист треугольничек. Вот здесь протяжки длинные, поэтому с изнаночной стороны протяжки длинные, поэтому делаете, например, длинный лист, потом покороче, покороче, возвращая к низу. Опять прокалываем и принесем все единочки рядышком с листочком. Возвращаем ленту, поправляем с изнаночной стороны, укладываем ее лицевой, ленту. Видите, вот я прижала, мне удобно уже работать. Теперь опять вкалываем иглу в ленту и выводим на изнаночную сторону. И вот еще один прием согнувшегося листочка. Первая фаза вышивки та же самая. Сейчас я покажу вот сюда опущусь. Вот мы укладываем листочек. Вот я вам уже говорила, что дополнительно нам нужно будет еще ниточки. для того, чтобы уложить листочек в согнутом состоянии, нам нужно вот здесь будет на высоте нам нужно его закрепить. Бывают такие моменты, что нужно сделать не прямой, а какой-то сломанный и изогнутый. Для этого мы будем дополнительные сопутствующие материалы, инструменты. Обычную иглу используем, обычную швейную иглу и лучше нитки в тон. Как вы вышиваете, например, цвет, это использовать можно мулине. То есть мы сейчас вот этот листочек закрепим в нужном нам месте. С лицевой стороны мы закрепляем листочек просто ниточкой в цвет. ниточки видно не будет. Она у нас идет под вышивку. Больше она нам не нужна. Теперь мы лист сгибаем, перегибаем, как бы переламываем. и дальше мы вышиваем наш лист тем же самым приемом. Опять мы вкалываем в ленту и протягиваем на изнаночную сторону. получился переломленный лист. В крайних вышивках он очень хорошо смотрится в край букета. С изнаночной стороны старайтесь не затягивать ленту, а укладывать ее ровно. Для этого следите, чтобы у вас ткань всегда была очень хорошо натянута. И продолжаем высевать нашу зелень для лица. вкалываем в ленту и протягиваем. Вкалываем в ленту. Старайтесь ленту всегда доработать до самого конца. И опять на изнаночной стороне мы оставляем небольшое расстояние. Обрезаем. Потом эта лента у нас уйдет под следующие элементы. Вот мы выполнили ленту мерзели. Теперь мы будем с вами выполнять ирисы. Техника та же самая. И еще я хочу вам показать еще один прием французские узелки. Узелки французские бывают одинарные и двойные. одинарными французскими вышивают обычно мелкие цветочки ландышей, а вот двойные лучше на гиацинтах смотрятся. Мы опять ленту протягиваем на лицевую сторону, как обычно. И теперь мы делаем накладывая, укладывая на палец просто ленту расправляем. Мы делаем узелок, просто завязываем. И теперь этот узелок придерживая иглой опускаем для на до ткани. Вот он у нас. Чуть-чуть оставляем, потому что у нас будет двойной узел. Нам нужно место, чтобы поместить еще один узелок туда. И еще раз укладываем, придерживаем иглой и опускаем под первый узелок. Вот у нас такой получился большой узелок. И теперь мы опять вкалываем в ткань, отступая одну-две нити предыдущего прокола, когда мы выводили. И утягиваем ткань в изнаночную сторону. С лицевой стороны у нас остается только такой узелок. Он довольно плотный. Теперь мы можем притянуть его по плотнее к тканям. И теперь в шахматном порядке мы будем с вами опять завязали узелок, расправили его на пальцы, чтобы у нас лента играла. И затягиваем ему неплотно, оставляя чуть-чуть воздуха внизу под узелком, потому что мы под узелок под первый будем укладывать второй узелок. Прям вот иголочкой работаем подцепили его и укладываем второй узелок. Вот теперь мы его вкалываем в ткань и продергиваем и теперь укрепляем. И так далее мы будем с вами подыматься до тех пор, пока не посчитаем, что наш цветок расцвел полностью. Вот используя всего два приема мы можем с вами выполнить вот такую прекрасную клумбу к 8 марта. Пробуйте и у вас все получится. На богатой уральской земле живут люди разных национальностей. Мы одинаково любуемся красотой здешних мест и благодарим создателя, что наше близкое соседство русское и тюркской культур стало взаимно проникновенным. И даже мелодичность народных песен уже веками сближает нас. В этот вечер мы тоже собрались вместе в Центральной городской библиотеке, чтобы еще лучше узнать друг друга. Этническая выставка предметов национального быта Башкирии, иным из них уже век, интересно оказалось многим. Вообще-то все имеет значение. Вот это плетение, это как бы треугольник, вверх-вниз. То есть вверх-вниз это солнечные знаки, знаки солнца, как бы треугольник, знак добра, света. И поэтому люди старались именно носить, дарить невестам. Вот это для невесты, это для головы, чтобы закрывать лоб. Почему-то у нас считалось, что вот именно вот это место должно закрываться. И поэтому для невесты именно готовили вот такие украшения, а потом платочки сверху закрывать. Да, для невесты. И культовые предметы, и предметы старины, представленные на выставке, собраны, что называется, из народа. Подробный рассказ о каждом экспонате коллекции подготовила заведующая кровическим отделом Центральной городской библиотеки Лариса Шитлина. Я хочу сказать, что культура это то зерно, из которого произрастает росточек патриотизма, веры какой-то в то, что и дальше все будет хорошо, в то, что никогда не прекратится какая-то связь времен. Это все интересно и необычно, особенно для молодых, уже не помнящих своего родства. Урал, Башкирия, вокруг все зимние суровые края. Мы говорили о том, что валенки носили. Я вырос в лаптях. Лапти одел. Это для вас, дети, дико. Вы, может быть, даже не видели. У меня до сих пор дома я Дед Морозом ходил, лапти одевал. Все удивлялись все это сами. Не забывайте, дети, учитесь от родителей, от всего, свой национальный язык. Я со словами Габдулла Тукая закончу свои слова. И туванты, и маты от кем и кем нег тали. Будем я до хребр наш от шуши туванты, орклади, Абдулла Тукайна. Может быть, вы не слыхали, это национальный писатель, национальный от самой давнешней Абдулла Тукайна. Я вспомнил, когда здесь находился сегодня, вспомнил один момент, когда я пришел еще в 90-е годы, давно, на концерт, не помню, кто там выступал, но, по-моему, тоже вы проводили какой-то концерт, там были песни, танцы, башкирские, башкирские, татарские песни. Я сидел в зале, а рядом со мной сидела башкирка. И она где обретен нас, я слушаю, просто так пришел. Она говорит, а что вы здесь слушаете? Вы же ничего не понимаете. Вы же ничего не понимаете. А я ей говорю, знаете, когда поют душой, то слог можно и не понимать, а слышат песню в сердце. Я хотела очень старинную песню спеть, которую даже в деревнях теперь подзабыли слушать. А о чем песня? Это песня о сыне, который уехал за границу, можно так сказать. И мать сочинила сыну вот эту песню «Тоски». «Тоски». «Тоски» «Тоски» «Тоски», «То» «Тоски» Башкирский кура или издает столь мелодичные звуки, или русская балалайка, иди на все. Главное – лиризм в исполнении и тема, родная по духу, что башкирину, что русскому. О родной земле, о доме, о близких, а это у всех общее.